Я отвечу на этот вопрос. Когда мы собрали ребят, еще в самом начале всех, я только что сказал о том, что я хочу, чтобы в сборной играли те, кто хотят и могут играть. И когда мы собрали ребят, я объявил всем о том, что у нас действительно есть определенные сжатые условия, у нас до сих пор есть достаточно большие долги. И что процесс условий сборной, он будет достаточно сжатым. То есть он спартанским будет, но при этом, при всем, то есть перелеты все были у ребят, бизнес-класс, то есть не было такого, что ребята летали с коленями на ушах. Но это не такие пятизвездочные гостиницы, трехзвездочные гостиницы. Но опять же, все сказав это, когда мы все говорили, мы или принимаем условия и работаем, или если кого-то что-то не устраивает, я рекомендую не приезжать в сборную. Вот это мой посыл. Если кого-то что-то не устраивает в сборной, не нравится, не надо приезжать в команду. У нас на сегодняшний день что есть, то есть, и мы работаем в этом направлении. Я уверен, что будет лучше, я уверен, что условия будут улучшаться. Но пока мы можем себе позволить вот такое. Как я уже говорил, мы работаем в определенном ключе и посредством к тому, что у нас на сегодняшний день есть. Да, я рад был бы, если бы у нас игроки могли жить на сегодняшний день в пятизвездочных отелях и пользоваться услугами ром-сервиса и ездить все на прекрасных автомобилях у каждого свой, чтобы на игру каждый на своем автомобиле подъезжал. Но вот у нас есть определенные условия, да, они достаточно скромные на сегодняшний день. Но мне кажется, что здесь мы сразу это озвучили, мы сразу это как бы обозначили. И я опять же говорю, если кто-то что-то не устраивает, я рекомендую воздержаться от этого. Если мы собрались вместе, мы договорились, что мы работаем, и мы вместе идем к этому, опять же, не как иди поработай здесь, да, иди поиграй. Нет, мы вместе делаем одно дело. И я очень на самом деле благодарен как раз ребятам, которые отвечали за организацию, потому что они действительно проделали огромную работу по вот именно по созданию той атмосферы. Я думаю, что вы все вокруг видели ту атмосферу, которая была у нас в раздевалке, которая была на тренировках, которая была в играх. И, собственно говоря, это один из таких основных залогов вообще нашего успеха в этой компании летней, потому что действительно все себя чувствовали очень комфортно именно вот в этой атмосфере.